в который раз я говорю теории меня не интересует теории огромное море но когда ты лично сталкивается с какой-то проблемой ты видишь насколько ты беспомощен если мы с вами зайдем хоть на один форум по трихоманиазу без слез и страданий от только от написанного можно сойти с ума люди говорят о том что ничего не помогает не помогает метронидозол не помогает трихопол ничего не помогает люди лечатся по 45 лет но вот что говорит нам статистика коротко и ясно в гугле каждый может это найти трихоманиаз является одним из более распространенных заболеваний мочево мочеполового тракта и пока занимает первое место среди заболеваний передаваемых половым путем они говорят о десяти процентах населения они говорят о трехсот тридцати миллионов зараженных они говорят о многом но все это неправда потому что трихоманиазом болеет наверно половина население планеты если не большая часть потому что если мы зайдем на хламидиоз а надо понимать что трихоманада сама болеет хламидиозом потому что хламидии где-то в тридцать сорок раз меньше чем трихоманады и еще более сложные так вот что пишут по хламидиям хламидии одна из самых опасных бактерий что вот не ткни все самое опасно хламидии могут вызывать такие заболевания как хламидиоз венерический лимфогранулематоз и трахому и после ряда исследований проведенных последнее время хламидиоз был назван одним из самых распространенных заболеваний а мы кажется на прошлом предыдущем сайте видели что трихоманиаз а еще написано что среди женщин инфицирована до 60 процентов вы вообще себе представляете это сильно заниженные данные а еще они говорят что половина населения болеет хламидиозом но еще мы знаем что вылечить хламидиоз без того как вылечить трихоманиаз невозможно потому что трихоманада сама является переносчиком у меня много лет было был трихоманиаз это я понял только вот семь лет тому назад когда начал собственно говоря лечить другое абсолютно заболевание только антипаразитарными программами только борьбой с трихоманадой только чтением клик книг лебедева надо получать знания по лечению трихоманиаза потому что ни под каким соусом вылечить таблетками и я отвечаю за свои слова невозможно если мы перейдем на форум вот я очень люблю вот этот woman ru чтобы мы чтобы мы здесь не читали вот смотрите девочки никакого эффекта трихоманады стали устойчивыми ко всем видам лекарств группы нитромидозола сама как дура верю в чудо в чудо уже третий год меняла клиники врачей схемы лечения все безрезультатно лучше бы фармацевту или кто этим занимается наряду с врачами не назначали бы как она горит на отвали разные схемы а придумали более сильное лекарство от этой заразы но я вам скажу более того нету лекарства от этой заразы потому что трихоманада очень умная и если кто-то думает что избавиться от нее можно за месяц или до 2 то это очень очень наивные люди борьба с трихоманадой борьбе с трихоманадой нужно отдать не менее двух-трех лет с лечением всех органов печени почек желудочно-кишечного тракта толстого кишечника что является самым главным потому что именно там находится кладезь так сказать иммунной системы альтернативы этому нету избавиться от трихоманадой невозможно даже если вы не не будете заниматься вообще сексом будете вести монашеский образ жизни она настолько хваткая у нее только 100 видов 45 видов состояния то она в одном состоянии то в другом и где-то около четырех или пяти видов деления каким образом можно вывести это животное которое живет в вашей клетке и которая собственно является предвестником создателем новообразований неважно онкологических или доброкачественных но любое доброкачественное образование при еще большем падении иммунитета автоматически становится онкологическим и злокачественным а дальше уже раковым это следуя теории так сказать наших доблестных медиков поэтому не воспринимайте пожалуйста трихоманаду как нечто такое маленькое такое вообще безобидно а трихоманиаз я знаю многих людей которые не спят ночами из-за трихоманиаза боли жжение зуд огромное влияние трихоманиаза на уретру простату яички огромно у женщин это вообще предвестник чего угодно начиная от кисты огромных здоровых да включая уже дальше серьезными новообразованиями и ампутации матки и и и всего всех половых органов поэтому отнеситесь к серьезно к этому вопросу занимайтесь собой получайте знания читайте книги лебедева занимайтесь по теории свищевой которая великолепно объяснила и доказала что трихоманада вроде бы трихоманиаз трихоманада да является создателем рака и предвестником рака удачи вам здоровья и терпения на сегодня все